Здравствуйте, дорогие друзья. Новая недельная глава, и там есть очень интересные слова. Обитающие с ними в нечистоте их. Человек должен знать, написали мудрецы, что выпадающие на его долю страдания идут от любви Бога к нему, чтобы искупить его грехи, и чтобы в нужный момент он смог войти в вечный мир без всяких грузов и запахов. Поэтому Всевышний иногда заботится о том, чтобы отстирать нас от наших грехов. Но мы, видя на этот мир, не совсем это понимаем. Сказал царь Давид в псалмах Давида, отмой меня совершенно от греха, от поступка меня очисти. Человек, который знает, что и понимает, или хотя бы чувствует, что Всевышний любит его, не оставляет его, не боится ничего, то рассвидетельствует в нашей недельной главе, обитающей с ними в нечистоте их. Араши написал, что несмотря на то, что они нечисты, среди них пребывает божественное присутствие. Был такой эпизод, когда Агарев страдала в доме Авраама из-за отношения со стороны Сары, и она сбежала из дома. По дороге ангела спрашивают, откуда ты и куда идешь? Она сказала, от Сары, госпожи мои, убегаю. Что ей сказал ангел? Вернись своей госпоже и смирись под ее рукой. Это говорит нам о том, написали мудрецы, что невозможно сбежать от страданий, постановленных для человека свыше. Просто не получится. Ведь у человека и палец не заболит внизу, как пока не провозглашено о нем наверху, написано в трактате Хулин. Очевидно, что от Бога не сбежишь. Это надо понимать. Есть лишь одно решение. Проверять свои поступки, раскаиваться в том, что ты им наделал. Все, бедство от одной беды лишь подтолкнет нас попасть в сеть и другой. Так интересно устроил этот мир. Раф Азария из Фана, такой был, написал, что перед тем, как душа спускается в этот мир, показывает ей много разных тел. И на каждом теле написано, через что она должна пройти в этом мире. Тогда душа выбирает себе тело с такими страданиями, которые подходят ей, чтобы исправить причину, по которой ей постановлено повторно прийти в этот мир. А здесь на земле человек, что погружен в горе, страдания от своего состояния, то не ладится, а это не так. Но он сам выбирал это, и это идеально для него. Оно является наиболее подходящее для тебя и тело, и оболочкой, и всем твоим качеством. Из-за чего тогда горевать, написали мудрецы. Мы все время спешим там. Ключевая проблема любого уровня, как эго, так и души написана, это нетерпение. Адам поспешил, съел плод. Народ поспешил сделать тельца, не дождался Маше. Надав Иовигу, поспешили совершить служение. Народ поспешил поставить царя, получилось как получилось. Давид поспешил взять Батшеву и так далее. Знаете, есть такая притча маленькая. Однажды учитель спросил учеников. На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на бревне? Три, сказал один. Конечно, три, сказал учитель. Поскольку лягушка только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Нам тоже надо не путать действия с принятым решением. Иногда нам кажется, что мы уже прыгнули, что-то сделали, но на самом деле ничего этого нет. Мы живем в мире, где широкая пропасть разделяет то, что люди думают, то, что они делают. Разница большая. Можно постоянно видеть, как поведение человека не отражает его убеждения или, по крайней мере, того, что он выдает за свои убеждения. Часто даже родители понуждают детей следовать чему-то, хотя сами не соблюдают их правила. Поэтому вот такой простой урок. Нам нужно, первое, не бояться. Второе, понять, что все к добру. И третье, все-таки делать шаг там, где мы решили. Брахава от слаха.